И я приветствую в нашей мобильной студии ОТС на технопроме 2023 министр экономического развития на Сибирской области Льва Решетникова Лев Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу вас поздравить с тем, что 10-й юбилейный технопром открыл свою работу, начал все впечатлять еще, наверное, с самого утра, первого дня. Скажите, пожалуйста, насколько вот за эти 10 лет технопром, ну, так скажем, оброс значимостью, статусом в глазах, ну, в том числе федеральных ваших коллег, федерального бизнеса, власти? Ну, если говорить про поддержку федеральных коллег, то, в принципе, технопром, он всегда пользовался самой большой поддержкой на федеральном уровне. Вы помните, что у нас всегда был у технопромокуратор кто-то из вице-премьеров в том или ином составе правительства. Но я бы отметил, что он переживал зависимости вот как раз от этапов развития экономики с точки зрения выставки, да, разные, разные формирования. Ну, вот, к примеру, да, когда у нас там был вот 13-й, 14-й, 15-й год, особенно вот 14-й, 15-й, 16-й, это как раз вот такой подъем конгрессно-выставочной деятельности было очень много. У нас были там стенды, аэробусы, да, прочих компаний, там, крупнейших международных компаний. Последнее время после вот как раз там ковидного периода уже, скажем так, больше акцент сместился на региональные компании. И сегодня у нас представлено, во-первых, не только там госкорпорации, да, представили свои стенды, но и регионы. В этом году, кстати, регионов больше всего, чем за всю историю технопрома. Многие регионы, коллеги, да, вот видите, у Башкортостана свой стенд большой, у коллег из Тонска, из Челябинска области тоже стенды свои. То есть мы переходим к технопрому, уже свою нишу нашел, мы не конкурируем, к примеру, с Иннопромом, где производственная. Настолько сложной была эта конкуренция, и как ее удалось преодолеть? Конкуренция сложная, потому что все-таки у Иннопрома другой бюджет, это выставка промышленная, и там вот как раз большие промышленные предприятия. И в этом году, да, там целый стенд, паильоны международные. Технопром, это все-таки акцент на инновациях, это акцент на связке промышленности и науки. Это акцент на высокотехнологичных, чаще на небольших предприятиях высокотехнологичных, акцент на институтах развития, на научных институтах развития. И поэтому вот здесь Технопром свою нишу нашел, и я думаю, что вот как раз вот мы ее уже, ну, мы действительно много лет уже являемся ведущей в России площадкой на эту тематику. Для развития непосредственно Новосибирской области, для экономического развития, какой уже вот за прошедшие 10 лет можно ощутить эффект, да? То есть насколько это все-таки поспособствовало тому, чтобы Новосибирская область тоже нарастила обороты, что называется? Ну, здесь, скажем так, понятно, что, ну, считать можно по-разному от роста объема выручки компаний, которые участвуют в Технопроме, но, скажем так, эффекты, безусловно, участие в конгрессно-выставочных предприятиях, это чаще всего косвенные эффекты, да? Я думаю, что вот темпы роста нашей экономики, а мы за этот период, ну, практически в два раза, да, увеличили объем валу регионального продукта, мы в том году превысили 1,8 триллионов рублей, а в этом году мы ждем исторические 2 триллиона рублей для нашей области. И, собственно, Технопром в том числе это площадка, которая помогает продвижению наших предприятий, формированию образа нашего региона, как, это, да, это маркетинг в том числе, это маркетинг, это площадка для взаимодействия бизнеса, вот как раз научных и промышленных предприятий. Но прямой эффект это заключенные десятки, сотни соглашений за эти годы проектов. Вот, опять же, наверняка предвосхищаю ваш вопрос, у нас в этом году на 35 миллиардов рублей, да, на 36 планируются соглашения, да, крупнейшие из них это 3-4 миллиарда, это создание кампуса в Тюмени, Тюменской, правительство Тюменской области подписывает соглашение, как бы вот это как раз прямые эффекты для развития не только там Новосибирской области, да, так подобные проекты, но и многих регионов России. Вы здесь заявлены как спикер, как участник нескольких мероприятий, и вот одно из них посвящено национальному проекту производительности труда. Вообще, ну, насколько я помню, даже саму себя еще со времен советской школы, я постоянно слышала вот это слово сочетание производительности труда, да, на этом всегда было сосредоточено большое внимание властей и экономического блока, и советского, и российского. Но почему сегодня к этому вот такое особенно пристальное внимание? Не успели еще все инструменты по наращиванию производительности труда использовать, воплотить? Что еще необходимо сделать? Вы знаете, у нас, как вот я вижу, да, вообще развитие этой темы, производительность труда, еще до того, как сформировался национальный проект президента, экономисты Минэкономразвития России понимали, что нам, мы отстаем по производительности труда, да, еще там в году 2015-2016, и нам надо с этим что-то делать. И тогда была очень популярная книжка, которая, по-моему, уже лет 15, где один из авторов описывал как раз по примеру Тойоты, да, вот технологии бережливого производства и прочей системы повышения производительности труда. И вот как-то эта тема пошла, набирала популярность, и тут, когда начали запускать уже национальный проект, вспомнили, что у нас-то тоже в советской школе нашей производственной подходы бережливого производства, это на самом деле то же самое, и системы, не уступающие, да, там, системам, которые в мире применялись на предприятиях. И сегодня у нас практически в каждом регионе, в Новосибирской области, работает региональный центр компетенции у нас на базе нашего агентства инвестиционного развития. И федеральный центр поддержки производительности труда работает, который вот как раз помогает нашим компаниям повысить производительность. Я всех пользуюсь случаем, призывая поучаствовать в этом проекте, у нас уже участвует практически 100 компаний, нам нужно, ну вот, как минимум, да, хотелось бы еще столько же за два года привлечь. Это действительно уникальный опыт, и это и полезно для формирования компаний, ну и все равно у тебя на предприятии глаз зашоривается, тебе кажется, что ты знаешь, да, свое предприятие, кто тебе может что-то еще подсказать. Но когда люди со стороны приходят профессионалы, они очень часто замечают нюансы. Вот в среднем эффективность этого проекта, мы практически на треть повышаем выработку наработника, мы практически на 50% сокращаем время, и на треть сокращаем незавершенное производство. То есть, ну вот, достаточно серьезные показатели. Это очень серьезные цифры. Какие-то там доли, да, какие-то единичные проценты, 30%, 50% – это очень внушительный вклад. Сегодня четыре сферы. Это транспорт, сельское хозяйство, промышленность, могут поучаствовать, да, транспорт, сельское хозяйство, промышленность и строительство могут поучаствовать в этом проекте. Вот все компании этой сферы с выручкой от 400 миллионов рублей будем рады видеть. А насколько вообще приходится уговаривать, да, компании обратить внимание на эффективность, на производительность труда? Ведь, казалось бы, это же напрямую влияет на их финансовую эффективность. Ну, так, по идее, они должны быть заинтересованы, должны в очередь, по-моему, стоять. Почему вы говорите, что мы надеемся еще 100 компаний привлечь? Ну, скажем, все предприятия в основном, да, заняты своими производственными процессами, да, там, каким-то развитием, делами. То есть, не у всех есть, тем более у нашей базы экономики – это малосреднее предприятие, не у всех есть время заниматься развитием, отвлекаться. Многие руководители думают, ну, что вот и так очень много государственных сегодня программ, да, очень много предлагают частные компании какие-то вот темы сейчас. Промышленность там 4.0, да, тема, очень много сейчас различных тем. И порой предприятие, знаете, ну, взгляд, как говорится, замыливается, да, и уже становятся такими, скажем так, спокойно реагируют на различные предложения. Вот как раз на технопроме мы хотели бы собрать аудиторию инновационных компаний. Вот у нас участвует производительность труда не просто там какие-то старые там советские заводы предприятия, которые уже там, там, грубо говоря, с 90-х там восстановлены были, да, или работают там на старом оборудовании. Нет, у нас сегодня участвуют компании, которые в Академгородке работают новые инновационные предприятия, недавно созданные, приходят сегодня в проект, участвуют и повышают свою эффективность. То есть здесь нужно просто попробовать, вот хотя бы, да, пригласить наш центр компетенций. И я... Происходит, когда приходят ваши специалисты, да, вот что именно они делают на предприятии? Они приходят. Изначально проходят встречи, обсуждается технологический процесс. На первом этапе делается аудит, а затем подготавливаются конкретные предложения и сформировывается программа. Под эту программу потом, если нужны, можно взять льготные кредиты под источники, там, 1-3% годовых, и затем программа начинает внедряться. И вот самое важное, это посмотреть, вот каждый руководитель будет удивлен, команда, которая займется производительностью труда, как у нее будут глаза гореть, как она по-другому посмотрит на свое предприятие, и потом, затем, сформируется культура, в целом, улучшение, развитие. Это в том числе и обучение персонала. То есть персонал будет участвовать в различных образовательных программах. И люди просто почувствуют, ну, почувствуют, что, во-первых, не только их предприятие, но они сами могут выйти на новый уровень, стать лучше и прокачать свои навыки. То есть получаешь не просто там новое предприятие, обновленное, технологическое, но и получаешь людей замотивированных, заряженных, с горящими глазами. Вот это, наверное, самое важное. Вообще, я вас сейчас слушаю, у меня, на самом деле, такой пазл не сходится, потому что, как традиционно, этим занимаются консалтинговые компании, которые, собственно, продают услуги аудита, там, рисуют дорожные карты, подсказывают, как улучшать производство, но при этом за это еще берут большие деньги и, собственно, на этом зарабатывают. А здесь получается, что именно государство предлагает те же самые услуги. А вообще, где-нибудь еще в мире есть такие прецеденты? Или это российская такая вот история, когда именно государство вкладывается в повышение произведенности труда наших частных, по большому счету, компаний? Ну, вот вообще, если мы посмотрим, многие страны в мире, да, начали, ну, за последние, там, 10-15 лет особый акцент уделять, там, высокотехнологичным компаниям повышению производительности, да, то есть, а некоторые страны, да, как бы гораздо раньше этим начали заниматься. Что касается, вот, государственных каких-то в других странах программ, я вам точно не подскажу. Консалтинговые компании, безусловно, их много, и я не вижу ничего плохого, да, в этом. Там обычно у нас как-то малосредний бизнес скептически относится, да, ну, просто. А крупный бизнес уже по мере роста начал пользоваться консалтинговой компанией. Тем более у нас сегодня эта ниша свободна, начинают формироваться российские команды, которые переняли опыт, да, каких-то там развитых экономик. И это интересно. Ну, на самом деле, это, ну, внушает большой оптимизм, потому что у нас можно часто слушать про сложные взаимоотношения, там, промышленности, бизнеса и государства. Здесь наоборот идет такое движение навстречу, что господа, мы вам предоставляем такие услуги, которые, в общем-то, вам нужны, важны для того, чтобы вы дальше росли. Просто у экономики у нас все-таки последние годы начинает появляться критическая масса ее, понимаете? Некая критическая масса, в которой начинают работать все новые и новые опции, да, там, развитых, да, как бы рынков, то есть у нас начинают все больше пользоваться услугами консалтных компаний, именно профессиональных, да, которые придут и тебе гарантированно 100% дадут результат, да, не просто пообещают, возьмут деньги и уйдут, а которые тебе под гарантией сделают что-то, да, как бы, то есть, и это хорошо, что начинает такая формироваться критическая масса, и компании начинают задумываться и все чаще внедрять различные программы развития. И вот даже мы в органы государственной власти же тоже пытаемся сейчас этот проект применить, да, не только там на частном секторе экономики, но и у нас, да, даже вот пытаемся пробные сейчас пилотные какие-то проекты применить эти технологии, как можно вот у нас повыше производительность труда. Ну что ж, я надеюсь, что этот проект действительно будет продолжать развиваться и как можно больше компаний воспользоваться в том числе и предложениями от нашего министерства экономического развития. Я вас благодарю за участие в нашем эфире, я напомню, что с нами был министр экономического развития на Сибирской области ЛЕФ решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова